Ребят, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня я делаю обзор новинки этого года. Наверняка у многих она уже есть, называется Sea Witch, либо Тару морской ведьмы. Ну что ж, сегодня у нас будет с вами игра контрастов. Вы знаете, я очень такой дотошный обзорщик, дуже проскиплый, ну либо иными словами очень придирчивая. Поэтому я всегда озвучиваю свое субъективное мнение на тот либо иной инструмент. Для кого-то это полезно, для кого-то нет. В любом случае, даже получив визуальный ряд и посмотрев галерию той либо иной колоды, вы можете сделать свои выводы и понять, осознать, нужен вам этот инструмент в работе или нет. Итак, передо мной новинка 2021 года, повторюсь еще раз, колода морской ведьмы, издательство Pentagram Publishing, либо Pentpub, покажу вам вот здесь. Вот, сейчас стало новомодным, можно сразу сканировать и попадать в каталог по QR-коду. Кто любит по старинке, как динозавр, пожалуйста, мы с вами вбиваем сайт и непосредственно смотрим все то, что нас интересует. Итак, что же это за инструмент, с чем его едят? Колода позиционирует себя как прообраз классики, именно Райдера Уэйта, но безусловно она выполнена в акварельной технике. Это оракульная колода. Что мне нравится, за что жирный плюс, я обожаю качество вот таких упаковок. Когда идет плотный офигительный картон, для меня это важно. Почему для меня это важно? Потому что, повторюсь, я очень часто, когда куда-то еду, беру с собой те либо иные инструменты. Поэтому, действительно, если вы хотите, чтобы ваш инструмент служил долго, обращайте внимание на эти вещи, на эти нюансы. Потому что возить с собой в мешочках, это тоже все поддается деформации, а вот это, знаете, будет вечно. Плюс, обратите внимание на вот этот вот красивую, переливающуюся надпись. Это супер. Итак, сам инструмент. Сейчас вам покажу коробку. Коробка обычная, простая, без каких-либо изысков. Я думаю, к ней нет смысла возвращаться. Сейчас будем смотреть сам инструмент. Посмотрим и мануал, и посмотрим колоду. Колода у нас здесь хоть и заявлено, что здесь 78 арканов, но здесь по факту у нас 80 карт. Почему? Потому что есть две пустые, либо они называются еще дабл-тач. То есть, они двухсторонние идут, видите? Для чего их используют? Ну, очень часто их используют как пустую карту, если вы работаете с таковыми. Если не работаете с таковыми, то очень часто бывают и такие моменты из серии. Потеряли карту. Ну, что ж теперь, выбросить колоду, а покупать новую, ну, не у всех есть возможность. Поэтому вы подписываете аркан, согласно той карте, которая у вас утеряна, и вводите его в работу. Давайте смотреть. Как вы видите, здесь идет двухсторонняя рубашка. Офигезная. Глянцевая ламинация. Но как мне объяснили, потому что не являюсь знатоком технических этих нюансов, это не ламинация, это ультрафиолетовый лак. Вот как мне объясняли, как вот тот, который наносит наш лак, запаивает ногти. Поэтому здесь однозначно, никаких отслоев, никаких нюансов. Во-первых, за счет скругленных краев этой колоды. И помимо прочего, ну, потому что идет совершенно другая запечатка, другое запаивание. Очень нравится рубашка. Особенно для тех, кто работает и с прямыми, и с перевернутыми. Вы видите, она двухсторонняя. Поэтому, пожалуйста, с этим никаких проблем нет. Нравится стилистика, в которой она выполнена, и прорисовка. К самому инструменту перейдем через несколько минуточек. Сейчас обращу внимание на мануал. Значит, у меня нет вопросов к качеству печати. Колода у нас здесь, во всяком случае, мануал у нас мультиязычный. Представлен на английском и на русском языках. Сейчас я вам покажу. Ну, краткое идет как бы предисловие относительно такого, почему именно Таро морской ведьмы. И пошли у нас описание арканов. Очень-очень кратико для вас. Может, это будет малоинформативно. В любом случае, вы будете получать значение, прорабатывая эту колоду. Вот это было на английском языке, и здесь на русском. Так, и вот пошли у нас с вами значения. Отличная полиграфия. Очень люблю, кстати, запах новой печати. Шикарная. И непосредственно все. Тут нет никаких нераскладов, никакой не нужной лишней информации. Почему? Потому что, ребят, все те расклады, которые даются в мануалах, они являются базовыми, и в большинстве своем, как бы это странно ни прозвучало, нерабочими. Ну, а слишком большим умом или интеллектом обладали того, чтобы выложить трехкарточный расклад, который указывается во всех брошюрах. Я думаю, много ума не надо. Итак, автор у нас Мишель Тарнопович. Теперь о колоде. Об авторе, об этой ситуации. Значит, могу сказать, однозначно это люксовое издание. Люксовое в каком плане? Ребят, это качество колоды может во многом переплюнуть качество таких изданий, как вы привыкли пользоваться. Левелин, либо Лос Карабео, потому что здесь действительно тяжелый люкс. Шикарный картон, шикарная полиграфия, цветопередача, вырубка идеальна, ничего не кошлатится, не осыпается. Естественно, я как всегда ставлю свои пять копеек. Я понимаю, что это на любителя. Я люблю обработанные торцы, обработанные, знаете, как по золотой, серебром, чем угодно. Не потому, что я люблю все серебристое, как сорока. Нет, несмотря на то, что это осыпается, но в любом случае это продлевает срок службы вашей колоды. Теперь по поводу ламинации. Не люблю, что отблескивает. Каждому свое. Опять же, зависит от того, как вы направляете свет. Для кого-то важно, для кого-то нет. Если для вас это важно, обращайте на это внимание, потому что колода у вас может бликовать, если вы ведете съемку, или делаете фото, или там прямые эфиры, потому что здесь может идти искажение. Теперь непосредственно о рисунках и о значениях. Скажу сразу, Мишель Тарнопович не мой художник, мне не совсем понятна ее концепция прорисовки, проработки арканов. Сейчас объясню, почему. И не потому, что в каком стиле, либо ракурсе там она это рисует, преподает, потому что у каждого художника свой стиль, своя техника, своя работа. Я это сейчас попытаюсь занести относительно того, как я буду колоду просматривать. Итак, за что нереальный жирный плюс. Колода, наверное, послужит как арт-терапия. Яркие, насыщенные, сочные цвета. Замечательная цветопередача. Вот типография не то, что на 100, на 1000 процентов отработала. Качество шикарное. Вот это действительно бомба. Теперь колода у меня разложена в хаотическом порядке. Поэтому не выкладывала ее от старших арканов к младшим. Поэтому будем просматривать, я буду озвучивать. Масти у нас здесь традиционные. Мечи, кубки, пентакли, жезлы, старшие арканы. Здесь непосредственно мы видим шестерку мечей. Вкратце озвучу концепцию колоды. То есть морская ведьма по принципу Урсулына, кто смотрел веснеевские мультики, вышла из воды на берег. Ну и в принципе, знаете, как творит свои дела. Доносит мудрость, опыт, навыки и знания. Здесь, по сути, сюжет узнаваем. Вот она плывет в лодке. Все согласно классике Уэйта. Три меча здесь, три здесь. Новые перспективы, возможности, новые задачи на горизонте. Шестерка кубков. Вот у нас эта ведьма. Она у нас в идее и концепции этого персонажа. До половины она женщина, до половины она у нас идет осьминог. Завязанными глазами. Почему завязанными? Это, знаете, как видеть сквозь преграды, видеть интуитивно, ощущать по наитию, читать по наитию. Это, в принципе, знаете, опираться на внутреннее мироощущение, ясновидение, яснослышание, информация, которую вы получаете извне. Шестерка кубков. Вот здесь, я думаю, очевидно, вам понятно. Карта ностальгии. Здесь, как вы видите, даже вот это эмоциональные такие вот сердечки, звездочки, воздушные шары, детская железная дорога. То есть это погруженность в воспоминания, в ностальгию. Это желание, в принципе, знаете, как уделить акцент тому, что греет ваши души. Четверка пентаклей. Все мое, все мне и все сразу. Видите? Ну, то есть, собственничество. Инкстинкты. Удержать, сберечь, сохранить. Теперь конкретно, почему говорю, не мой художник. Тут, может быть, абсолютно разный стиль художника. Можно понимать, можно не понимать. Но я ощущаю по этим картам, что человек далек, в принципе, хотя я могу заблуждаться, ошибаться, автоматических систем. Потому что здесь вот подача как от художника. Знаете, как не от практика, не с проработкой, с практиком. Повторюсь, возможно, я заблуждаюсь. Но вот, видя идею, подачу и концепцию, это для меня больше, знаете, такая коллекционная колода, мультяшная колода. Опять же, мне кажется, она зайдет не всем. Тут не вопрос, новичок вы или не новичок. Она 100% будет пользоваться шикарным спросом у западного потребителя. Почему? Потому что они любят все такое мимишное, мультяшное, знаете, яркое, концептуальное, необычное, эксклюзивное. Могу сказать, что для практиков постсоветского пространства это спорный вопрос. Потому что у нас такие женщины-динозавры, либо мужчины-динозавры. Нам нужны строгие, суровые, классические колоды, готические колоды. Либо с таким вот глубоким посылом. Здесь все легко, все на лайте. Повторюсь, не каждому это зайдет. Опять же, король кубков. Живи эмоциями, живи удовольствием, живи сегодняшним днем. Карта тонкого такого чувствования, интуиции и выражения эмоций. Хочу сделать еще акцент на том, что даже мужские прообразы, характеристики личности здесь все равно выполняет это жрица. Поэтому, чтобы вам было четко понимание, о ком идет речь, карты подписаны здесь. Карты подписаны только на английском языке. Если у нас инструкция русский и английский языки, то здесь только на английском. Рыцарь Пентакли. То есть это, как мы видим здесь, в первую очередь подготовка к действию. Если на классике вы помните, что конь стоит, нет действий, то здесь как раз выбираем доспехи. Подготовка какой-то концепции к началу. Семерка мечей. Ну вот карта хитрости, карта обмана, карта, знаете как, никакого мошенничества, только ловкость рук. Видимо, как попытки, да. Перенять, унять, своровать. Хотя, мне кажется, здесь можно было по-другому проиграть идею. Потому что женщина, которая несет мудрость, светоч знаний. И здесь ее прообраз в качестве дворовки, но как-то не совсем. Вот это мне концепция ясна. Так, далее. Тройка кубков. Тройка кубков. Здесь мы видим радость, праздник, урожай, насыщение. Частично можно назвать шабаш. Но это праздник, радость, бытие. Кубки, если вы будете наблюдать, будут сопровождать вот такие вот человечки, не знаю, летучие мыши. Ну, то есть, своего рода, такие помощники. Королева кубков. Но здесь, обратите внимание, зона комфорта, эмоций и творчества. Потому что это с любовью подходить к любой ситуации, структуре. Вот видите, вот коктейль, который она готовит, это в первую очередь искусство. Это вложит свои эмоции, любовь и душу в то, что вы делаете. Король мечей. Но здесь структура логики, аналитики. Это в первую очередь структура, это система, это анализ. И вот здесь вот эти, назову их так устно, осьминожки, как выступают как помощники в решении каких-то проблем. Так, давайте посмотрим с вами по семерке Пентакли. Ну, это ожидать подоб своего труда. Это в первую очередь вынашивать идею. Обратите внимание, здесь она с животиком. Это как акцент на то, что беременность. Либо, знаете, как плодородие. Это в первую очередь что-то вынашивать, дожидаться подов своего труда. Десятка кубков. Ну, здесь я даже не знаю, как называть это чудо. Понимаете, оно мне почему-то больше напоминает дьявола. Кто он, по факту, я назвать вам не могу. Ну, вот акцент, видите. Семья, дети, вот эти вот прообразы вот этого вот рогатого товарища, назовем его вот так. Но счастье, эмоции, наполнение, то есть здесь это эмоциональные картины передаются. Десятка Пентакли аналогична. Структурная семья, семья обеспеченная, состоявшаяся. Вот эти вот женщина-осьминог и этот мужчина, не знаю, как его назвать. Мужчина-тюлень, но, наверное, нет. Видите, вот акцент на стабильности, на эмоциях, на материализме. Семья с высоким социальным статусом, порядком и, в первую очередь, обеспеченностью. Так, как мы здесь видим, рыцарь кубков. Эмоциональный план, довольство собой. Ой, это, в первую очередь, как прокачка своего внутреннего я, личностного я и, вместе с тем, духовного я. Мы здесь видим, как коврики для йоги, выполнение каких-то практик. То есть, это, в первую очередь, попытка позитивной эмоциональной энергии. То с кубков, ну вот, попытка, как я говорю, да, вот, уэйтовской голоды, вот, да, вода или уэйт, как зашифровано было изначально. И, вместо у нас голубя, вот эта вот летучая мышь, которая несет эту проскурку, как знак, в первую очередь, благой вести, плодородия. А, в первую очередь, знаете, как, хотел сказать, быстро на русском языке, благословение, вот. Девятая меча по концепции своей узнаваема, страхи, бессонницы, переживания. Двойка кубков аналогично, но, вот, честно, не сразу увидела вот этого непонятного персонажа. Ну, вот здесь вот символ кадуцея, и вот эта вот летучая мышь. Паш кубков, это праздники, сюрпризы, подарки, эмоциональный ряд, то есть, это вопрос флирта, общения, романтики. Девятка пентакли, самодостаточная, обеспеченная жизнь, жизнь в райском саду, достижение целей, ну, и вместе с тем, непосредственно, карта содержантки, то есть, концепция здесь все-таки просматривается. Восьмерка мечей, как мы видим, ограничения, но ограничения в чем? Если каждый себе позволяет впитаться все, что он хочет, несмотря на это, как это вопрос аскезы, ограничения, то есть, вы следите четко своей концепции тому, к чему вы стремитесь. Четверка кубков, отчаяние, хандра, апатия, это будут быть заключены в своих мыслях, в своих эмоциях, в своих переживаниях, эмоциях, которые душат. Далее, у нас перед вами рыцарь мечей, смотрите, внимание, здесь вот эти вот человечки. Оседлала, вот не могу понять, она своего товарища или кого-то еще, потому что, видите, вот здесь прообраз один и тот же. И вот здесь такие вот помощники. Ну, то есть, это, знаете, как рвать и метать. Это, в первую очередь, напор, это накал страстей, это конфликтность, это резкость. Но вот, понимаете, я этого не считываю здесь по карте, несмотря на то, что она вот вроде бы как бы метает, да, мечет точнее. Но я не могу назвать это молниями, вот эти вот ледяные какие-то, назовем так их, структуры. Но вот все равно не читаю я этого, понимаете, вот этого нет. Не могу, может, просто повторюсь за счет того, что такая прорисовка, такая концепция мне не заходит. Но вот энергетически немножко не то. Туз мечей. Ну, во-первых, меч не читается. Я бы вообще подумала, какая-то чаша, ваза, цветок. Может, это мое такое восприятие. Но, тем не менее, перед нами с вами туз мечей. Здесь у нас в качестве вот этой вот сефиры, кетер, либо короны, которую пронизывает меч. Вот это не могу понять, так понимаю. Солнышко с крыльями, ну, как прообраз. Так, семерка кубков, карта иллюзий, карта мечты и желания из вот этой вот морской ведьмы превратиться в женщину. То есть иллюзии, цели, планы, задачи. Хорошо, вот эта подача мне нравится. Восьмерка пентакли, оттачивание мастерства, прикладывание усилий для достижения результата. В общем, здесь это все понятно. Королева мечей. Знание, опыт. Это в первую очередь, знаете, обладание, структура, цели, расчетливость. Не с позиции материализма, нет. Расчетливость и серии обладать всем. Качествами, знаниями, но за счет своего интеллекта. Так, двойка мечей, быть или не быть, вот в чем вопрос. Это вот идея, в принципе, угадывается, да, как сопоставить все и сразу. Девятка кубков, да, на чили и на расслабоне. Ну, вот это вот традиционно, когда мне спрашивают ключевые слова по девятке кубков, но вот здесь, я думаю, они читабельные. Вот это то, что я сказала на сленге, да, на чили и на расслабоне. Вот это концепция этого аркана. Особенно для новичков, которые, да, пока еще не понимают или не знают, о чем идет речь. Вот это фактически из песни слов не выкинешь. Жизнь в радость, жизнь в кайф. Не спеша. Наслаждаюсь каждым моментом. В этом вся девятка кубков. Шестерка пентаклей. Концепция энергообмена. Помощи другим. В частности, видите, она подкармливает голубей. И почему здесь обратно, опять же, изображена чаша весов, как по Уэйту, по принципу как к тебе, так и ты к другим людям. Или наоборот, как ты относишься к другим, так и к тебе будут относиться. То есть карта энергообмена, помощи, взаимосвязи. Пажмичи, аналитика, придирки, шпионаж, попытки выудить информацию. Отвлеченность. Почему? Потому что здесь она пытается им показать свет знаний, концепция, да. Но здесь все-таки накал страстей берет вверх. Поэтому здесь это проанализировать, почему такая ситуация происходит, и попытаться ее искоренить. Тройка мечей. Ну, здесь, как мы видим, попытки суицида, судя по всему, ситуация, которая ранит сердце. В первую очередь, эту концепцию указывают, вот эти вот слезы, которые у нас льются из небес. Восьмерка кубков. Карта пути, карта дороги, эмоции. И в дороге с тяжелым сердцем. Это можно видеть даже по наклону головы. То есть, в первую очередь, человек, который, ну, как сложно решается на какие-то поступки, на какие-то ситуации. Пятерка пентаклей. Карта кризиса. Карта, в первую очередь, безресурсности. Здесь мы видим вода. Она сидит, вот только не могу понять, на берегу, возле какого-то здания. Мне пока сложно читать, что это конкретно. И я не совсем понимаю, в чем здесь заключается безресурсность. В том, что она, ну, я не вижу, чтобы она просила помощи. Вот это, опять же, для меня не читается. Я не могу понять, это полки, это книги, что здесь. То есть, если, допустим, это книги, то книги, полки без книг. Отсутствие ресурсности, отсутствие знания, отсутствие мудрости. Я не вижу, чтобы она была в образе нищенки. То есть, я не могу сказать, что она безресурсна. То есть, здесь, вот, допустим, я опираюсь на трактовку карты, исходя только вот из прорисовки и основного значения аркана. То есть, возможно, то, что отсутствует пламя, как безресурсность. Нет ресурсность, нет огня, нет мотивации, нет жилки, либо радости жизни. Возможно. Хорошо. Паш Пентакли, дар, новый опыт, новые знания, новые цели. Жизнь, которая играет радуга после получения какого-то опыта, отдачи. И, в принципе, знаете, концепция новой жизни. Потому что Паш Пентакли, это обучаться новому, это стажироваться. Это, в первую очередь, обретать какую-то почву под ногами. Так, ну, пятерка мечей, я думаю, прорисовка здесь ясна. Конфликт, скандал, вот видите, вот раскол, раздрай. То есть, все на мега негативных эмоциях, наконец-то здесь это показано. Пятерка кубка, вот карта отчанья, апатии, льем слезы. Даже человечки, которые приносят платочки, нас утешить не могут. Вот даже, знаете, здесь такая ситуация, как мы видим, изображен мост. Судя по всему, может, я так угадываю, у нее какие-то суицидальные настроения, серия сбросится с моста. Хотя вряд ли это и поможет, учитывая того, что она морская ведьма. Это из серии, знаете, как пойти попить кофе. Поэтому, то есть, она не найдет в свою же среду. Поэтому, не знаю, ну, это я так уже по-доброму стебусь. Хорошо. Тройка пентаклей. Здесь читабельно. Карта работы, взаимодействия, вот достижений, опыта, навыков, новых знаний. Видите, здесь и колокольчик, и букет цветов. То есть, труба зовет, работа кипит. Десятка мечей. Это вот окончание. Это как позволить стрелам себя ранить. Это завершить какую-то ситуацию. Даже если вы понимаете, что для вас это будет плачевно, болезненно. Либо вам сложно будет выходить из этого кризиса. Так, четверка мечей. Но вот здесь, вот если в стандартных колодах вы помните, что это карта отдыха, медитации, восстановления, регрессинга. Потому что четверка мечей у нас также карта погружения в гипнотические состояния, в трансовые состояния для того, чтобы проработать то, что у вас есть внутри, извлечь и достать это наружу. Работа с вашим подсознательным и бессознательным. Но помимо всего прочего, мы помним, что это карта болезни, восстановления. И вот здесь, вот опять же, да, сломанная осьминожка. Ну вот как ее конечность щупальца. Ну, насколько я знаю, это невозможно. Ну, давайте так, это как для меня предвестник ложной болезни. Скажу честно, как это работает на практике, я не знаю, потому что с этой колодой еще не работало. Но вот это немножко умиляет. И вот такой вот спящий ангел, да, который хранит ваш покой. Потому что четверка мечей, это концепция у нас карта покоя. Хорошо, сила. Не так страшен черт, как его молюют. По сути, против лома нет приема, кроме другого лома. Сила, структура. Вот это знак им не скат, он показывает, что вам подвластно все. Главное войти в поток, в состоянии не бояться, уметь не только оказывать отпор, давать сопротивление, но чуткостью, харизмой, подходом, какой-то иной концепцией уладить любую ситуацию. Вам все по силам. Это как подчинить себе. Это доминирующая позиция. Так, ну король жезлов. Концепция высокого социального уровня. Хотя, скажу честно, вот если бы здесь не было жезла, я бы подумала, что это Пентакли. То есть королева Пентакли, либо король Пентакли. Потому что вот то, что здесь я вижу, это прообраз сытой богатой жизни. Поэтому как-то так. Хорошо. Королева Пентакли. И вот наша барышня тут пустилась в пляс. Символ, вот виноград. Символ урожая, сытой плодородной жизни. Кролики. Это как раз акцент на плодородие, на плодовитость. Ну, то есть женщина довольна собой, довольна жизнью. Так, прошу прощения, почему-то я вот вся вовлеклась, стартую картой. Не видела, что карта здесь лежит как-то косо-криво. Мир. Я вижу вот эту вот символику, да, которая, и вот этот вот венок, который как бы заключает. Но всё равно не угадывается. Не угадывается, не читается. И опять же, у нас же должна быть концепция как наверху, так и внизу. Вот эти вот жезлы, которые идут. А здесь что? Ну, вот ставим на себе крест. Или мир замыкается только на мне. Или я центр вселенной. То есть вот эта задача мне не совсем понятна, не совсем ясна. Хорошо. Дальше. Двойка пентаклей. Баланс. Качели. Нестабильность. И попытки подстроиться под эту нестабильность. Поймать волну, поймать, знаете, как настроение любой ситуации. И выжить из этого максимум пользы. Четвёрка жезлов. Карта праздника. Карта урожая. Карта семейной жизни. Насыщение. Праздник. Довольство. Так. Ну, правосудие. Карта кармы. Карта воздаяния. Обратки. Откаты и прочего. Всё читается. Всё узнаваемо. Только почему меч вниз. Вот я понимаю, что я художника так вижу. Но как раз концепция. Почему я говорю, что я вижу, что не практик. И не с практиком не прорабатывали, а как художник. Потому что это угадывается и читается в деталях. Ну, это такая дужевумно. Потому что я сама ещё ничего не создала. Поэтому могу критиковать других. Нет. Это не со злости, не со злорадства. Это просто, повторюсь, мои видения колоды. Так. Королева жезлов. А вот и наш кот-бегемот. Вот это мне нравится. Почему? Потому что нестандартный посыл. Потому что вообще по природе своей. Там должен быть не чёрный кот. Там вообще должен быть изображён леопард. Но вот те, кто считал создание колоды Уэйтам и Памела Колмон-Смит. Понимали, о чём там. Там по прорисовке не вписывался этот леопард. Поэтому не договорились сообразить маленького чёрного кота. Вот этот чёрный кот-бегемот. Он мне здесь ближе. По харизме, по энергетике, по концептуальности, передаче смысла. Вот такая демоническая натура. Я так вижу. Я так хочу. Потому что основная концепция масти жезлов, если моё мнение, есть неправильное. Это энергия. Это эгоизм. Эгоцентризм. Нарциссизм. Это очень активная лидерская позиция. Это активные жизненные качества. Вот здесь это читается. Дьявол. Так, что здесь? Всё смешалось. Люди-кони. Изображение. То есть страсть. Огонь. Я вижу. Но вот... Что здесь? Я не могу понять, что тут нарисовано. Я прошу прощения. Сейчас я разберусь. Я вижу хитросплетение вот этой морской ведьмы, я так понимаю, с её чудом. И я не могу понять, вот этот язык, это как символ страсти, либо петинг, либо что здесь происходит. В общем, вот этот замес. И вот это угадывается и читается, что каждый тянет дьявола на себя в свою сторону. Это как раз и зависимость, которую сложно разорвать. Ну, концепция по дьяволу здесь читается, угадывается. Так, дурак. Новый начал, новый путь. Вышли только из воды на берег. Начинаем новый цикл жизни. Вот вместо собачки вот у нас тут такое морское чудовище. Хорошо. Восьмёрка жезлов. Так. А вот здесь вопрос. Ковёр, самолёт или скатерть, самобранка. Потому что у нас восьмёрка жезлов должна позиционировать карту скорости. Вижу дары, которые приносят. Увеселительные мероприятия. Но опять же, тут указание на то, что время – деньги. Тут ресурс времени, песочные часы. Но скорости здесь не вижу. Потому что, как мне визуально, только она сидит на земле. Не совсем понимаю, то есть это что? Типа время быстро течет. Вот тут немножко запуталось. Хорошо. Так. Тройка жезлов. Вы у новых берегов, у нового начала, новая концепция жизни. Читается. Согласна. Десятка жезлов. Уди старушка и в печали. Тоже читается. Аврал. Хаос. Это в первую очередь нагруженность всем и сразу. Невозможность это вытянуть. Согласна. Супер. Нравится подача. Маг. Традиционный маг, который указывает, во-первых, контроль, силу воли, власть над всеми стихиями, лидерские активные позиции. Ну и в первую очередь я сама себе хозяйка. Так. Умеренность. Зона комфорта. Видите, она как из руки в руку переливает. Держать баланс. Вот это, я так понимаю, как образ Архангела Михаила. Вот эти вот крылья, как защитное свойство. Могу ошибаться, но вот эта вот птица, я так понимаю, феникс, как защита, как вопросы перерождения. Император. Но здесь мы видим, это читается в мужском символе. В знаке, структура, контроль, задача, достижение, в первую очередь, любого результата, несмотря на бурю, ураган и то, что у вас происходит в жизни. Структура и стратегия, прежде всего, контроль и достижение цели. Башня. Тут читается. Разрушенные ее песочные замки. Все летит в тар-тарары, смыто водой. Хорошо. Дальше. Пятерка жезлов. Борьба, конкуренция, спортивные соревнования. Здесь оттачивание, в принципе, спортивного мастерства. Луна. Сны, сновидения, интуиция, вещи, сны, воспоминания, привязанность к роду. Факелу, привычкам. Это все есть. Отшельник. Свет знаний. Ну, по факелу. Ну, вот я бы так сказала. Опа, какая прекрасная королева жезлов. Ну, то есть, и да, и нет. Отшельник мне здесь не читается. Так, туз жезлов. Ну, это понятно. Символ, мотивация, зарождение энергии, сквозь тучи. То есть, это в первую очередь прорыв. Согласна. Есть. Очень интересная подача колесницы. Как лестница, ведущая в облакам. То есть, движение вперед, движение вверх, достижение цели, новый социальный статус, новые задачи. Так, солнце. Ну, вот здесь, понимаете, для морской ведьмы, мне кажется, солнце губительно. Поэтому, или вот я чего-то не допоминаю. Потому что солнце, вот этих морских обитателей, в том числе морских ведьм, оно, по идее, должно убивать. Здесь, как символ благочестия, невинности, такой невесты. И вот это солнышко, еще как нимб над головой. Ну, вот знаете, как сама святость. Здесь, читаю так. Хорошо. Так, ну, туз Пентакли, это понятно. Дар богов. Здесь, как бы, рассуждать не о чем. Повешенная или подвешенная. Здесь, мы видим, она подвешена за эти щупальца. И есть возможность, вот, топор и ножницы, чтобы эти путы разрезать. Но наша барышня что-то медлит. Почему медлит? Давайте смотреть. Спит. Спит на подушке. Потому что повешенная или подвешенная, опять же, это трансовое состояние. Это выходы в астрал, это гипнотерапия, это нейролингвистика. Это, в первую очередь, нейролингвистическое программирование. Это погружение в любые эзотерические ниши. И здесь это, как желание получить какую-то информацию, ею напитаться, ее проработать, для того, чтобы из этих пут освободиться. Потому что, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну и, в принципе, это по этой карте, это как нестандартный подход, нестандартное видение ситуации. Императрица. Ну, все замечательно. Мать, супруга, плодородие, богатство, благочестие, материнство. Ну, тут все прекрасно. Влюбленные. Ну, тут считается вопрос выбора. Безусловно, если вы будете смотреть на отношения, то это однозначно вопрос любовного треугольника. Потому что, вы знаете, есть концептуально, когда влюбленные по прорисовке показывают единение, целостность, пару. В первую очередь, вы знаете, как концепция единых отношений. То есть здесь, как у вас всегда, есть альтернатива. Девятка жезлов. Что мы тут перерезаем? Красную ленточку. Так. Вижу радужную жизнь. Не вижу концепции защиты либо защищенности. Не совсем понятна и ясна идея этой красной ленты. Пока не могу уловить суть. Пока не могу, не знаю. То есть мне нужно вникнуть, просмотреть, проработать. Потому что тут солнце, тут молнии. Все зависит от тебя или что, хотел сказать, автор. Вот это мне не совсем ясно. Ладно. Смерть на ковре-самолете. Но какой-то чудо-монстр из пучин. Но я вижу как бы вход в новые врата жизни. Это читаемо. Не вижу смертей. Назвать этих морских звездочек, рыбок дохленькими. Язык не поворачивается. Мутные воды вижу. То есть погружение в какие-то негативные ситуации. Но смерть мне здесь точно не читается. Только вот это вот, знаете, как частичная прорисовка вручает. Так. Верховная жрица. Но вместо этих столпов, как мы видим, у нас это, я так понимаю, полутень. Прообраз этой богини, которая вот держит эти столпы знаний. Не вижу книги. Не вижу символа мудрости. Что храним, скрестив руки? Просто держим тайну в себе. Так. Ну, читается. Понятно, что это и убывающая луна, и растущая. То есть это все здесь есть. Ну, видите, я говорю, есть какие-то вот такие для меня, лично для меня, не для кого-то, спорные варианты. Звезда. Ну, звезда это у нас, в принципе, карта санаторно-курортного восстановления целительства. Здесь она на два отуточек. Это, в первую очередь, как ребячество. Это творчество. Это самовыражение. Но это концепция, в первую очередь. Вот она может эти круги создает, как творчество. Я так это вижу. Хорошо. Шестерка жезлов карта победы. Читабельно, узнаваемо. Понятно. Семерка жезлов. Это как через тирни к звездам. Попытки преодолеть трудную дорогу на велосипеде. Ну, как ведьма на велосипеде, осьминог, это интересно. Так, ладно. Паш жезлов. Здесь мы видим такую барышню парашютиста. Но вообще, это концепция любопытности. Это концепция идеи. Это положенное новое начало, новые возможности. Это желание риска. Ну, то есть это читается. Согласна. Двойка жезлов. Быть или не быть, в чем вопрос. Попытки объединить две концепции, две идеи. Нежелание отказываться от чего-либо. Колесо фортуны. Но мне здесь оно читается, знаете, по принципу Мактуб. Почему Мактуб? Или так судылось, или так суждено. На руках у нее книга. Книга жизни. Летопись жизни. Куда записываются все ваши деяния. Все ваши плюсы и минусы. И, соответственно, вы сами в той же степени, помимо того, что прописано, вершите свою судьбу. Потому что, как мы знаем, есть ангелы светлые, ангелы темные. И в зависимости от ваших деяний вносятся в коррективы, в летопись вашей жизни. Суд. Возрождение, восстановление, уход в иные миры и небеса. Это здесь читается. Так, жрец. Смотрите из серии «Я не пью». В большинстве своем практике и так большинство не пьют. То есть это традиция, это аскеза, это верность своим принципам. Вот здесь это читается. Это наставничество. Это передача опыта, навыка знаний своим последователям. Хорошо. Но вместе с тем, корона, не только символ власти, единства, принадлежность к высшему обществу. Это тоже акцент на том, что ничто людское нам не чуждо. Почему? Мы помним, что жрец у нас соответствует знаку зодиака «Телец». Телец – это материализм. То есть желание не только духовной, но и сытой жизни. Хорошо. Рыцарь Жезлов. Мы нчимся на праздник. Юбилей, путешествие, дорога, радость, эмоции. Супер. Хорошо. Король Пентакли. Вот такие два буйвола здесь запряжены. А вот здесь бы я подумала, что это колесница. Вот видите, придираюсь. Ладно. По факту, видим за счет этого структура. Вот замок. Сытая жизнь, богатая жизнь, благонадежная жизнь. Есть на что в жизни опереться. И опять же, эта позиция, концепция загребать жар чужими руками. Почему я так считаю? Потому что есть силы, за счет которых вы решаете те либо иные проблемы. И вот у нас еще одна пустая карта, которую я вам рассказывала. Что, мои дорогие, вот такая концепция колоды. Вот такая вот идея. Напишите мне, пожалуйста, как она вам. Зашла, не зашла. Если у кого-то есть в работе, то как она с вами резонирует. Как с вами взаимодействует. Ссылочку на магазин Pentagram.com.ua я оставлю вам под этим видео. Причем не только на этот магазин, не только на украиноязычный, но и на англоязычный. Интернациональный. Вот так. Где вы можете приобрести этот инструмент. Поэтому делитесь своими впечатлениями. В принципе, своим мнением о данном инструменте. А я искренне благодарю магазин Pentagram.com.ua за предоставленную возможность иметь у себя этот инструмент. И, в принципе, сделать на него обзор. Почему? Потому что для моих учеников это важно, это значимо. Я думаю, будет полезно и интересно. Все, ребятки. Всем спасибо за внимание. Я с вами не прощаюсь. До новых обзоров.